День образования и управления по борьбе с организованной преступностью Олег Александрович Лагуткин Здравствуйте Добрый день Вы стояли у основания Рязанского СОБРа, вот как он появился? Ну, во-первых, добрый день, хочу поздравить сегодня, именно сегодня с праздником всех ветеранов управления по борьбе с организованной преступностью Которые вложили огромнейший вклад в борьбе с организованной преступностью в целом, как в нашем регионе, так и за ее пределами Праздник большой, действительно, и хотелось бы всем ветеранам нашим, всем действующим сотрудникам, которые сегодня в разных подразделениях работают Пожелать доброго здоровья, успехов и оптимизма в жизни СОБР, как один из отделов нашего УБОПа, он федеральным законом, он был создан 1 января 1993 года Региональным, 18 февраля 1993 года Поэтому это подразделение было создано в системе МВД Предназначалось, соответственно, для борьбы с организованной преступностью и прочими, скажем так, криминальными проявлениями Работа предстояла очень огромнейшая Почему? Потому что, скажем так, социально-экономическая ситуация в стране была очень сложная Криминал именно в эти годы стал развиваться таким бурным цветом, что даже, может быть, даже и не предполагали Что такая ситуация вообще сама по себе возможна Но она, в общем-то, стала достаточно быстренько прогрессировать Группировки, организованные преступные группировки росли И они уже представляли достаточно большую угрозу, скажем так, по всей социально-экономической системе города Ситуация была достаточно, скажем так, непредсказуемой То есть, чего ждать было, сложно Поэтому в этой ситуации наш УБОП, все подразделения УБОПа сконцентрировались и работали в достаточно жестком режиме Подразделение СОБРа было сформировано и начало свою работу вот именно в этих жестких условиях То есть, задержание вооруженных преступников, освобождение заложников Ну и, соответственно, работа самых различных условий То есть, это в условиях города, в условиях, скажем так, полевых Общественный транспорт, это железнодорожный транспорт, это воздушный транспорт Ну и в этих во всех условиях это подразделение должно работать было очень профессионально В связи с чем проходили определенные, скажем, занятия по специальной подготовке По огневой подготовке, по городной подготовке и так далее То есть, это подразделение должно было работать Оно предполагало работу во всех, в любых условиях Куда только мог быть подключен СОБР Поэтому сотрудники подразделения, они отбирались по достаточно жестким параметрам То есть, это были сотрудники, они принимались как с вооруженных сил, так и с орган внутренних дел Отбирались люди по психологическим параметрам, по своим физическим возможностям Можно даже сказать, что по мыслительным, да, поскольку нужно было достаточно оперативно и правильно принимать решения Состав был весь офицерский То есть, в данном подразделении не было, скажем, младшего начальника состава А был только офицерский состав Поэтому требования, которые предъявлялись к сотрудникам СОБРа Были достаточно жесткие Ранее таких подразделений, в общем-то, не существовало Поэтому, как действовать, как вести себя в определенных условиях Ну, не очень-то, иногда даже, ну, еще и представлений таких не было Но, тем не менее, люди уже были подобраны Грамотные, состоявшиеся Поэтому весь вот этот процесс становления, он проходил достаточно быстро и эффективно Вот это очень важно Поэтому включаться, раскачиваться где-то было некогда Почему? Потому что, ну, скажем так, преступные европировки Они тогда были, эти слоновские, европейские европировки У них между собой было такое достаточно сильное противостояние От этого противостояния страдали, в общем-то, граждане нашего города То есть, были изрывы, была стрельба, в общем-то, было достаточно беспокойно, скажем так Поэтому работа СОБРа, к силовой структуре УБОПа, она была крайне важна Ну, а становление, оно еще проходило не только именно в боевых операциях, но еще и в учебе, то есть, в тренинге Поскольку сложно было представить, куда тебя сегодня, допустим, в течение суток, куда тебя могут забросить То есть, к выезду были готовы в любое время дня и ночи Было 4 оперативно-боевых отделения, так они назывались, оперативно-боевые отделения, которые насчитывали В каждом отделении было по 17 офицеров, готовых к выполнению самых сложных любых поставленных задач Да я думаю, что, наверное, это было единственное такое подразделение, которое было именно подготовленным к выполнению очень сложных задач То есть, задержание вооруженного преступника или освобождение до заложников в различных условиях У нас и эти тоже операции были, их было достаточно много Здесь говорить о том, что какие-то были единичные операции, нет, конечно В 90-е годы они были очень насыщены всем этим Иногда приходилось в сутки проводить не одно, а даже по 2, по 3 очень сложных операции Олег Александрович, вот перед вами новый отряд, как вы говорите, аналогов которому очень мало И вам нужно их подготовить к боевым задачам Как вы их готовили? Как-то брали примеры откуда-то? Наверное, в 90-е годы тогда еще информации по подобным подразделениям было очень мало Поэтому я так скажу вам, что даже больше где-то мы готовились даже интуитивно То есть, именно исходя от задач, которые стояли, ну и, соответственно, от тех требований, которые, в общем-то, мы видели Которые, в общем-то, привелялись к данному подразделению У нас, я хочу, наверное, сказать огромное большое спасибо все-таки и руководству тех лет десантного училища Которые представляли нам свою базу для подготовки Ну и готовились еще с сотрудниками нашего министерского СОБРа, московского СОБРа С которыми у нас был великолепный контакт В общем-то, мы с ним постоянно контактировали, организовывали совместные мероприятия, занятия По так, специальной подготовке, по огневой, ну, ребята, которые много знали, много умели Да у них работа такая же была, в общем-то Может быть, даже режим работы, даже плотнее, может быть Потому что все-таки там именно было сосредоточение всего, скажем так, криминала Который, в общем-то, был по всей нашей стране А этого там работы хватало, конечно Ну, в общем, тем не менее, мы с ними тренировались, с ними отрабатывали Это было очень важно, даже для того, чтобы работать вне региона И когда мы проводили где-то совместные мероприятия за пределами У нас была сработанность, у нас было общее, так сказать, профессиональное понимание тех или иных действий И они были очень достаточно важны Еще раз хочу выразить руководству тех еще лет, да, большое спасибо Что мы все-таки готовились и на базе десантного училища от Сельцы Мы готовились и в условиях нашего летного дягильского полка Там отрабатывались все мероприятия Вертолетного полка, который был в Протасове, тоже на базе этого вертолетного полка Бас у нас было много, столько, сколько и задач Я думаю, что в 90-е годы СОБР, как оперативно-боевое подразделение, оно состоялось в полном объеме Сработало в 90-е годы на 100% Не было ни одной провальной операции, ни одной неудачной операции, которые именно в тот период проводились И я думаю, что это благодаря очень высокому профессиональному уровню наших сотрудников А самая первая операция СОБР в Рязани или в области, какой она была? Да вы знаете, сейчас сложно представить Вообще они все были достаточно сложные в плане того, что, вы знаете, их нужно было все прорабатывать То есть для того, чтобы операция состоялась, ее нужно все разработать Ее нужно все детально изучить Чтобы у нас расстановка силосредств была для каждого сотрудника вполне ясной, вполне определенной И поэтому вот имя успех, успех он зависел от этого А их было очень много Я вам говорю, что у нас в сутки могли по 2-3-4 операции проходить И они очень все сложные, все одинаковые Ну как такие запоминающие, что ли, это были операции Это было задержание у нас вооруженного преступника Это, по-моему, год был 98-й Был военнослужащий, который покинул свою часть Совершил убийство там в гаражах Забаррикадировался в строительстве зданий Обстрелял сотрудников ДПС, которые проезжали мимо В общем-то, ну и вот создал очень огромную угрозу Для безопасности, жизни и здоровья граждан Это был праздничный день, 8 марта И как бы все были дома Была 9-этажка уже выстроена Он там вышел на крышу, где крышу этой многоэтажки Ну и, в общем-то, вел беспорядочный огонь по всем сторонам Был район частного сектора Где, в общем-то, люди могли подвергаться опасности в любую секунду просто так Ну и пришлось, скажем, нам работать достаточно быстро, оперативно Сработали мы в течение 5 минут по его задержанию В общем-то, в принципе, не допустили потери среди граждан города В общем-то, ну и как таковую ситуацию мы ее нейтрализовали Бойца этого задержали мы, в общем-то, в принципе, достаточно быстро Ну и, скажем так, живым и здоровым Это самый главный для дальнейших там мероприятий, следственных мероприятий Он был вполне приводен Ну и другая операция у нас тоже достаточно сложная была То есть это было освобождение заложников в Клепиковском районе Где там одна из московских группировок задержала трех заложников И требовала выкуп, в общем, порядка там где-то 150-6 тысяч долларов Пришлось нам применить все силы и средства нашего гарнизонного милицейского Блокировать полностью весь район Клепиковский, что достаточно сложно было Применить вертолетную, так сказать, вертолеты И, в общем-то, сработали мы достаточно тоже эффективно и быстро Все члены были задержаны, в общем-то, и заложники освобождены Олег Александрович, заговорили о СОБРе сейчас Какой он вот сейчас по сравнению с тем, что было в 90-е? Отличается, конечно Понимание, наверное, вот этих всех вещей необходимости работы той Это было именно понимание тех сотрудников, которые работали в те годы Вот, поскольку они сегодня коренным образом Они сегодняшний коренным образом отличаются от того времени И сегодня у них, сегодня у ребят совсем другие условия, скажем Условия для тренировок, совершенно другая экипировка Совершенно другое вооружение Хотя основные принципы – это тактика действий Это владение оружием, это физическая подготовка Она осталась, эти требования остались прежними Но я рад за то, что они сегодня находятся в великолепных условиях Именно в бытовых условиях великолепных У них сегодня хорошие, скажем так, кабинеты Классы для занятий, да, шикарные У них сегодня хороший учебный центр, который создан Который позволяет отрабатывать мероприятия Самые, скажем так, самые разнообразные Совсем недавно в Рязани открыли памятник сотрудникам Росгвардии Вы были одним из людей, кто его открывал Вот, расскажите об этом немного Ну, знаете, это очень знаменательная дата Я думаю, что я вот их всегда и объяснял И хочу еще раз, наверное, подчеркнуть То, что этот памятник, он был открыт тем ребятам Погиншим сотрудникам, которые воевали в 90-е годы Которые защищали наш город в тот самый сложный период Которые рисковали своей жизнью, своим здоровьем Которые пренебрегали, может быть, даже своим семейным благополучием Но они всегда были на посту И это открытие памятника Открытие памятника Оно предполагает именно Уековечивание памяти Тех наших товарищей Которые работали весь этот период Понимаете, в чем рост весь То есть это тем погибшим Тем погибшим Тем людям, которые отдали свою жизнь И он как бы Этот памятник должен олицетворять Именно для людей память О тех, кто защищал этот наш город Вот в чем просто Город, да все нашу страну Поэтому Я думаю, что отношение к этому должно быть очень уважительное Олег Александрович, спасибо, что стали сегодня нашим гостем Ответили на интересующие нас вопросы А на этом мы с вами прощаемся Хорошего вам дня И до встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова